Как позвонить в пожарную охрану? 01, 01, 112, 112, 112. Выходя из дома, электроприборы нужно обязательно выключать. Прятаться от огня под диваном или в шкафу нельзя. Спускаться на лифте во время пожара тоже категорически запрещено. Практически на все вопросы викторины воспитанники детского сада номер 4 ответили правильно, а затем закрепили свои знания на практике во время эстафеты. Первое задание – вызвать пожарных, набрав нужный номер. Правильно назвать свой адрес и представиться диспетчеру. Веселились там. И еще мне понравилось, как мы по телефону там звонили. Мне понравилась тоже эстафета. Все игры и как мы спасали животных. Я теперь знаю, как вызывать пожарных. Мне запомнилось, что мы эвакуировались, звонили в телефон. И мне запомнилось, что было весело. Мы спасали животных. Было весело и интересно, что мы эвакуировались. Эвакуировались. Звонили в телефон. И проходили туннель. Также в игровом формате ребята узнали о героической профессии пожарного. Примерить экипировку на скорость и тушить очаг пожара, а также спасти игрушку и вынести ее из огня была возможность у каждого ребенка. К каждому испытанию дети подходили очень ответственно, старались выполнять все задания правильно. Такие занятия инспекторы пожарной части номер 6 проводят регулярно в детских садах и школах города. На таких викторинах и сафетах ребята должны научиться, куда звонить во время пожара или экстренных каких-то ситуаций, что им нужно ответить диспетчеру, то есть на том конце продажи, что у них будут спрашивать. Также ребята себя могут почувствовать роль пожарного, узнать какая-то героическая профессия и насколько она важна человеку. И вообще она в мире важна, наша профессия. По окончании спортивно-профилактического мероприятия все участники получили памятные грамоты. Поблагодарив гостей надзорного ведомства, ребятишки пообещали помнить и соблюдать правила пожарной безопасности.